Новая торговая неделя началась с коррекции котировок фондового рынка. Трейдеры в ожидании сильных данных по инфляции в США, которые будут опубликованы в среду, и уверены в том, что ФРС пересмотрит свои планы и начнет ужесточение денежно-кредитной политики раньше. Но еще на прошлой неделе котировки американских фондовых индексов обновили очередной исторический рекорд. График Dow Jones завершил неделю приростом на 4,88%. Инвесторы закрывали торги в пятницу в ожидании принятия нового пакета стимулов после крайне разочаровывающего отчета по занятости от Министерства труда США. И Сенат все же принял резолюцию по бюджету еще рано утром в пятницу. Демократы продолжили процесс принятия законопроекта о помощи на сумму 1,9 трлн долларов даже без голосования республиканцев. На этом фоне индекс S&P 500 закрыл прошлую торговую неделю приростом в 5,9%. Высокотехнологичный NASDAQ при этом прибавил меньше остальных – всего 4,27%. Но все же и такой прирост довольно значимый. Особого внимания на неделе заслуживали новости относительно процедуры вакцинации, темпы которой по-прежнему крайне низкие. Модерна заявила, что предлагает заполнить флаконы дополнительными дозами вакцины COVID-19, чтобы облегчить кризис в производстве, тогда как компания уже приближается к производству почти миллиона доз в день. Также в прошлый четверг Johnson & Johnson обратилась к регулирующим органам США с просьбой одобрить первую в мире однократную вакцину от коронавируса. В то же время растет определенный скепсис в отношении уже одобренных вакцин. Поступает информация о появлении аллергии и прочих побочных действий от некоторых вакцин. Выделилась в течение прошлой недели и компания eBay, представители которой в прошлую среду объявили, что выйдут из пандемии сильнее после того, как всплеск онлайн-покупок помог компании превзойти консенсус по продажам и прибыли в праздничном квартале.